МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Почему в школы важно вернуть занятия по первичной военной подготовке? Молодежь, зачастую они элементарных понятий не имеют при обращении даже с учебным оружием, каких-то знаний, выживания в каких-то условиях экстремальных. Как студентов и волонтеров учат изготавливать маскировочные сети и как оптимизировать этот процесс? Шпагат нарезаем, механизированно ускоряет в десятки, в двадцать раз. То есть один человек может большую группу шпагатом закидать. Что для участников СВО, объединившись, могут сделать жители одного из микрорайонов Новосибирска и активисты ТОС? Достаточно простая технология. Растопленный воск картонным пропитывается, дает свет и тепло. Это именно то тепло, да, оно действительно необходимо человеку. Он понимает, что и в тылу его ждут, и за него борются, и каждый старается общий вклад в победу внести какую-то. Работа по патриотическому воспитанию на избирательном округе депутатов Совета депутатов города Новосибирска Владислава Люмина отлажена. При участии депутатов в школах все чаще проводят уроки мужества и профориентационные занятия. У учеников появляется возможность из первых уст узнать о службе в различных войсках. В колледже электроники и вычислительной техники помогают в изготовлении маскировочных сетей. Параллельно сообщества активных соседей учатся изготавливать необходимый на фронте расходник – блиндажную свечу из подручных материалов. Чем во всем этом может помочь городской депутат? В программе «Дела и люди». Пришла у нас такая идея – организовать мероприятие, посвященную уроку мужества. Думаю, данная информация вам сегодня пригодится, будет достаточно актуальна. Так что наслаждайтесь лекцией. Субтитры создавал DimaTorzok Я в 2019 году окончил службу в звании полковника. Служил в пограничных войсках, уйдя на заслуженный отдых, решил работать со школьниками. Сейчас работаю со своим проектом, который называется «Граница», который направлен на патриотическое воспитание. Такой пограничной направленности. Пограничники, наверное, одни из первых, которые являются защитниками рубежей земли русской. Цель данного урока будет ознакомиться с пограничной службой ФСБ России, что это за служба, какие требования для того, чтобы проходить службу в этих органах. Вопросы, ответы. Еще, наверное, одна из самых главных задач, которую я преследую, это чтобы ребенок со школьной программы, услышав что-то о том или ином роде войск, он мог быть сопровожден до момента, если он появит, взявит такое желание поступить на военную службу. Ребят больше всего интересуют, насколько защищены рубежи России, какая техническая оснащенность у пограничных органов на данный момент. Это совместная работа, и благодаря Василу Игоревичу мы очень активно в этом направлении работаем. Он поддерживает мою программу, и у него достаточно большой опыт в общении со школами. Насколько включены школы вашего округа вот в такую деятельность патриотическую? Ну, смотрите, мы сейчас только запускаем этот проект, обкатываем его на школах, но вот после общения, как мы пообщаемся с ребятишками, да, берем же от них обратную связь, понимание, насколько это надо, насколько это эффективно, и что возможно бы добавить, чтобы новое внедрить. То есть потребность у молодежи есть. Потребность есть, тем более сейчас, сами понимаете, какая ситуация в мире, специальная военная операция идет. Каждый человек должен сделать какой-то определенный вклад в нашу общую победу, в наше общее дело. То есть это должно начинаться не просто со школы, а должно начинаться с детского сада на раннем этапе, да. То есть они сначала в детском садике там помаршируют, они вынесли знамя победы, флаг Российской Федерации, дальше они пойдут в школу. То есть вот это должна быть постоянная работа, прививаться именно вот эти чувства любви к родине. Здесь уже повторное второе занятие проходит. В дальнейшем вообще хотим на самом деле выехать не просто в границах моего округа, да, а как-то сделать в границах Зайльцовского района. Вещь очень нужная. Помимо этих, помимо патриотических уроков, мы проводим уроки первой до врачебной помощи. Запускаем его уже по всем школам. Какой все-таки отклик, какая обратная связь? Подростки, да, молодежь, они привыкли к своим учителям, да, тут приходят, им рассказывают, ну, и не их учителя уже стесняются. Но в процессе уже общения, то есть работы, урока, они чувствуют себя более комфортно, более расслабленно и задают уже действительно вопросы. Ну, а дальше они перейдут там уже более по три, ну, более практическим навыкам, там, сборка и разборка автомата, там, полное, неполное. То есть вот тут они уже начинают больше раскрываться, как бы задавать вопросы. Понятно, что как бы больше в этом процессе задействованы мальчики все-таки, да, но девочки тоже как бы не остаются без участия. Мы должны это были внедрять еще много-много-много лет назад. Радует, что появляются вот эти вот, да, люди, которые готовы приходить, тратить свое время, рассказывать. Это же ведь все на абсолютно на добровольных началах. Пройдет там каких-то там 10-15 лет, эти ребятишки закончат институт и сами начнут уже управлять и городом, там, и какими-то определенными процессами. Магазин. Я помню. Спрофессионалами не используют? Да. Считаю, что это очень важно и всегда считал, так как сам являюсь пенсионером МВД полиции. Очень жаль, что до сих пор еще на федеральном уровне не принято решение о введении возрождения предмета начальная военная подготовка. Ну, надеемся, что скоро это произойдет. Ну, и нынешняя геополитическая ситуация, она диктует свои требования. Эта сфера на протяжении более чем 30 лет была упущена. И молодежь, зачастую, они элементарных понятий не имеют при обращении даже с учебным оружием, каких-то знаний там, выживания в каких-то условиях экстремальных, именно военного времени. Субтитры создавал DimaTorzok Мы сегодня делаем свечу, используя для этого жестибанку и гофрокартон. Получилось так, что у нас родился здесь новый импровизированный способ, как это легко и быстро сделать. Всем понятный, доступный для людей любого возраста. Все получилось быстро. Мы уже вот имеем сейчас несколько заготовочек. В центре пятиконечная звездочка. Сейчас мы будем растапливать мозг, заливать его в эти подготовленные, ну, скажем так, резервуары, формы. И у нас получатся свечи. Эти свечи для бойцов, которые находятся в зоне специальной военной операции. И мы, конечно, думаем, что они принесут и света, и тепло, и частицу теплорук с родины. И мой брат троюродный на днях вернулся в отпуск из места специальной военной операции. Он очень тоже у меня подготовленный, можно сказать, такой скаут, потому что он занимается там строительством блиндажей. А вот эти свечи, насколько они действительно полезны именно в том исполнении? Ну, они, конечно, функциональны, да. Растопленный воск картонным пропитывается, дает свет и тепло. Такая незатратная, не хитрая, но рабочая технология. Каждый делает, что может, по силам, и то, что делает быстрее всего. Ирма Аганасовна у нас, она вот обдирает, режет, вот обставляет. И это получается гораздо быстрее, эффективнее. На этой площадке у нас, получается, работают два ТОСа. Это ТОС линейный и ТОС радужный. Председатели активно включились в работу и помогли как раз наладить процесс по изготовлению блиндажных свечей. Вещь достаточно интересная и очень нужная, потому что я сам недавно ездил в командировку в Луганск. Действительно, заходим в блиндаж, он открывает банально буржуйку в каждом блиндаже, да. Зажигает, поставил туда, все, она работает там 10-15 часов, температура комфортная, дыма нету, что их и не обнаружить, в принципе. И подкидывать постоянно дрова не надо, то есть идет нормальная температура. Это защитный воск. Первых он вливается в свечи, там уже не выделяются вредные горючие вещества, которые в парафине есть, более высокой очистки. И теплоотдача гораздо больше идет. Вот можете тоже посмотреть материал, вот он нам приходит вот в таких плитах, то есть мы его раскалываем, погружаем там в чайники, на водяные бани и начинаем именно уже растапливать. Первый слой мы сначала на низ наливаем, она схватилась, и обязательно баночку вот так вот провибрировали, чтобы все пустоты были заполнены. Мы делаем свечу, чтобы она немножко туда утопала, то есть чтобы фитилек торчал, звездочка немножко утопала. И опять же по опыту работы именно блиндажных свечей самая лучшая эффективная форма – это форма звезды. Она и горит лучше, и тепла больше дает, и очень мало коптит. Через соцсети информируем, когда будет проводиться мастер-класс. Либо расклейка идет, либо через мою страницу контакта информируют избирателей. Они приходят, начинают работать. Это все поедет в зону спецопераций, это очень важно. Это именно вот то тепло, да, то тепло с тыла, которое оно действительно необходимо человеку. Он понимает, что и в тылу его ждут, и за него борются, и каждый старается общий вклад в победу внести какую-то. У нас в Хольджи существует, действует волонтерский центр содействия, туда входят студенты, преподаватели, и мы, конечно, в рамках штаба мы вместе очень многое делаем. Мы вообще сотрудничаем с депутатами, и мы в целом довольно открыты для сотрудничества, тем более на благое дело. Предложили повязать маскировочные сети, привезли все оборудование. Нас учат различным лайфхакам, как лучше делать, чтобы действительно она была качественная. Это уже второй курс. Им важно сделать что-то для своей страны, для тех, кто сейчас нуждается, и это их, наверное, зажигает. Хотя они программисты, и вот, ну, то есть довольно усидчивый народ, вот, поэтому в целом у них это хорошо получается. У нас различные ноу-хау постоянно идут. Шпагат нарезаем механизированно, ускоряет в десятки, в двадцать раз. То есть один человек может большую группу шпагатом закидать. То же самое касается изготовлению ленточек, которые нарезаются из такого материала. И они тоже делаются механизированным способом у нас. Многие считают, это не секрет, наилучший маскировочный эффект дает техника паучок. Она имитирует, да, если хорошо, грамота связана, не широкие и не длинные такие паучки. Они свисают и создают иллюзию лужайки. Настолько она обладает такими свойствами натуральными. Плести очень просто. Паучки собираются на производственной линии. Мы собираем уже готовую сеть, уже, собственно, к маскировке. Ряды в шахматном порядке, собственно, привязываются на перекрестие клеточек, на два узла. И все, собственно, ничего сложного справиться, даже ребенок. Самое главное не перепутать ряды и порядок, крепление. Чтобы проплешить. Ну да. Победа, она общая, да, и тут поэтому важно, чтобы все ресурсы подтянулись и чем смогли, тем помогли, да. Допустим, вот как депутатская поддержка, это дополнительно там откуда-то там ресурсы дополнительно можно подтянуть, там договориться с администрацией техникам и их задействовать. Ребята, опять же, к нам сюда, ну, ребятам прийти, начать плести тоже сети, быть задействованы в этом процессе. И есть разные некоммерческие организации, такие, как, например, фонд «Ты можешь», да, причем Крыльичевуд, у них проект вот этот есть. Они очень хорошо помогают тем, что они дают ресурсы. Планируем в нашем районе, помимо этой площадки, еще открыть три различных площадки, где было бы людям, общественникам удобно. Здесь мы видим, здесь студенты, да. Потом рассматриваем площадку, это дом ветеранов. Да, вот такие у нас первые, скажем так, пилотные проекты, ну, которые получили именно поддержку от населения, от молодежи, от пожилых людей. Если мы, допустим, раньше думали, что вот мы найдем материалы, но не найдем людей, кто бы это мог делать, время свое тратить. Нет, таких людей очень много, и это очень радует. Потому что вот даже ко мне постоянно в приемную пишут, звонят по контакту, говорят, можно как-то там задействоваться, те же свечи делать, те же сети плести. Вопрос надо именно о формировании, открытии вот этих площадок, чтобы их стало больше. Потому что такие вот вещи, они на передовой очень нужны. Такой расходный материал, которым в любом случае будут люди нуждаться. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова